Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пико Александр Шунин и к нам присоединяется глава Ассоциации умных и энергоэффективных технологий городской среды Эдгарс Берхолдс. Здравствуйте, доброе утро. Эдгарс, мы поговорим сейчас, поводом стало результаты опроса, когда мы видим, что в связи с ростом цен на энергоносители, многие владельцы жилья пытаются как-то снизить энергопотребление, но треть говорит о том, что они уже исчерпали все ресурсы, нет возможности меньше включать, потреблять энергии. Как можно вообще повысить энергоэффективность дома, квартиры, каким образом можно решить эти проблемы? Помогите советам, спасите. Хочется, чтобы и тепло было, и в трубу не вылететь в прямом смысле. Доброе утро, да. Ну, это то, что, наверное, мы пришли к тому, что мы уже предупреждали уже весной, и очень многие люди, слава богу, слушались и что-то начали уже делать весной. Ну, скажем, как есть, на нынешний момент, на сегодня, ну, уже, наверное, поезд уже ушел, и надо готовиться уже к следующему сезону. Это, конечно, так очень образно говоря, но если говорить на нынешний момент, что можно делать или как правильнее пытаться сделать все, чтобы меньше, как вы говорите, не влететь в трубу, тогда, наверное, самое главное, надо понять то, что какая у вас есть, если мы это знаем сейчас о частном доме, что, я тоже спрашиваю довольно часто, что делать, отключать газ, там перейти только на электричество или на отопление дров или так далее, такое прочее. Ну, по-моему, самый правильный ответ, не надо ничего отключать, но самое правильное, пытаться делить как-то, по большому счету, если возможно, больше вещей, чтобы можно было отоплять дом. Одно, не надо только отапливать дом только на газ или, опять же, на электричество или, опять же, на дрова. Если все это можно миксировать, тогда, наверное, это, наверное, самый-самый правильный подход. То бишь, если днем есть солнечные панели, тогда используется, конечно, отопление электричества. Вечером, если есть возможность отопить камин, если есть, вообще отлично, если нет, тогда, ну, просто на дрова. Ну, и тогда последнее, конечно, если уезжать куда-то, ну, наверное, тогда на газ. Ну, как-то вот так. Ну, а все эти рекомендации поменять лампочки на LED-овские, это вообще имеет смысл? Ну, конечно. Я думаю, что очень большая часть людей уже, наверное, это уже сделала. Ну, есть, конечно, часть людей, которые сейчас начинают понимать, что, получая счет за август, когда уже был пересчет по ценам, тогда, конечно, начали понимать, что все-таки лампочки менять надо. Потому что само по себе лампочка освещения, конечно, потребляет довольно много энергии. Если есть еще какие-то старые хологеновые лампочки, ну, тогда посчитайте сами. Если они 5 у вас в люстре, например, ну, там, если поменять только на LED, ну, тогда вы вкратце уменьшите, вернее всего, свою потребность электричества. Да, извините. Да, да. А скажите, вот некоторые респонденты обещали, что приобретут систему «Умный дом», чтобы регулировать подачу тепла в соответствии с потребностями. Действительно ли это экономит? И что это такое, вот, может быть, для простого человека? Да, если смотреть на систему «Умный дом», звучит, конечно, это всегда очень хорошо. Но одно – это то, что это, во-первых, стоит довольно много денег, это одно. Второе – то, что интелляция занимает какое-то время. Если смотреть на нынешний момент по электрикам, как таким, которые могут это вообще делать, они довольно заняты, скажем так. И если вы хотите на нынешний момент это сейчас менять, я думаю, что в лучшем случае вы получите этого электрика где-то через месяца два примерно. Ну, если нет, конечно, хорошего друга. Но это тоже, конечно, срабатывает. Но еще раз повторяю, что это довольно большая инвестиция. Если вы хотите в полной программе это все иметь, чтобы это какую-то эффективность дало. Есть, конечно, какие-то простые решения, например, насчет этого освещения, что можно диммировать вниз или выключать какие-то лампочки, или пользоваться только тогда, когда есть потребность. Тогда, конечно, это помогает по-любому. Но что я хотел добавить, насчет именно солнечных панелей и вообще развития, как такого, что происходит в мире. Я как раз в субботу вернулся обратно из Лос-Анджелеса, был в Америке на самой большой выставке именно солнечных панелей. Скажем так, не только в Латвии, но и во всем мире спрос на солнечные панели просто огромный и, я бы сказал, бешеный. Потому что энергия везде поднимается в ценах. И то, что я сам видел на этой выставке, где было больше, где 800, которые выставлялись на этой выставке, производителей, ну, там, конечно, ноу-хау очень-очень много. Я могу только сказать одно, что если вы на нынешний момент хотите заниматься или этим бизнесом, или, опять же, заниматься получением энергии от солнца, ну, это, наверное, самый-самый последний момент, когда это можно делать. Потому что сам мир очень-очень резко развивается. И там вплоть до того, что были прототипы уже, что окно, как мы видим через окно, уже делается в нем уже солнечная панель. И из этого уже получается энергия. Так что, ну, развитие просто очень резкое. И, ну, там, этих ноу-хауов, как таких, было очень-очень много. — Эдвир, расскажите, вот как раз пришла новость по поводу того, что Рижская дума сейчас возмутилась тем, что жители многоквартирных домов стали как раз-таки из экономии устанавливать солнечные батареи. Причем, ну, проблема, я понимаю, в том, что, во-первых, это портит внешний вид. То есть там на балконах из окон уже высовывают. И вторая проблема в том, что люди покупают их в основном на, ну, извините, на Алиэкспрессе за какие-то копейки. И это не, ну, имеется в виду, что это солнечные батареи, которые зарядить смартфон во время похода. То есть там они не рассчитаны на 24 на 7. То есть люди хватаются за голову, специалисты говорят, что это вообще-то чревато пожарами и там то, что они могут выйти из строя. Правда ли это? Вот могли бы прокомментировать. Да, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший. Я думаю, что ситуация такая, на нынешний момент, конечно, каждый человек пытается, чем дешевле, тем лучше, найти какой-то способ, чтобы решить проблему, которая есть. И я тоже читал это и смотрел это видео, то, что показывали по телевидению. И читал в группах солнечной панели, что там происходит. Да, я согласен, что это опасно. Если это не очень хорошо выглядит, то это, наверное, была бы не самая большая проблема. Но самая большая проблема в том, что человек, который сам по себе ставит дома на многоэтажный балкон солнечной панели, это очень опасно, потому что может сгореться это одно. Во-первых. Во-вторых, вопрос качества. Потому что Алиэкспресс, вы сами понимаете, там, наверное, можно найти что-то дешевле. Но каждая цена, то, что вы покупаете дешевле, в конце концов, является тем, что вопрос о качестве. И второе, то, что, не дай бог, что-то случится, или это оборудование сломается, как вы потом будете менять, или каким-то способом ремонтировать, и так далее, и такое прочее. Но это, по-моему, самое крайнее, что нужно делать. Потому что, по моему понятию, все-таки лучше, если есть местная компания, которая предлагает купить и делать. Но на эти балконы, конечно, это не решение. И, как вы говорите, очень правильно, что эти солнечные панели, которые ставятся, и они предназначены для подзарядки телефона, то толку особо от этого никакого нету. И навряд ли телефон есть тот, который воспотребляет самое большое электричество дома. Есть решение, потому что, если я не ошибаюсь, 1 августа приняли закон, что уже дома, которые есть многоэтажные, могут уже ставить на крышу солнечные панели и искать решение насчет того. Но есть там загрузки несколько, скажем так, или просто пройтись по этому списку, что там написано довольно сложно. Ну, я так, вкратце пытаюсь объяснить. Если есть многоэтажные квартиры и есть, как это называется, апвены, как на русском, я даже не знаю. Ну, сообщество жителей, жильцов. Да, спасибо, да, сообщество. И если есть заключенный договор с Латенерго, тогда уже можно ставить на крышу уже солнечные панели и потом уже как само сообщество решит, так это будет и делиться. Это одно, во-первых, на отопление, второе, на освещение подъездов, и потом уже третье, уже на квартиры. Но это несложно, скажем так, и что еще государство прошло напротив людям, и это, по-моему, довольно хорошо, что уже не надо идти в экономную экономику, экономикс-министрию, и спрашивается разрешение до 500 киловатт. Это значит, что квартирный дом многоэтажный спокойно попадает под этот список, и это намного-намного легче. Так что я бы советовал лучше людям не заниматься, ну, скажем так, дурными вещами, но просто почитать законы, и если есть сообщество, как такое, тогда решение уже есть. Так что я думаю, что это, наверное, самое правильное. И что еще я советую, если кто-то все-таки решил уже на ненавидящий момент уже ставить солнечные панели, но зима впереди там особо не будет производить, ну, это неправильный подход, потому что, считайте то, что очень многие люди и те же самые квартиры, наверное, весной будут очень активны и будут это делать. Это значит то, что очереди на инсталляцию и получение продукта будет довольно длинный. Так что я все-таки советую, если есть возможность по деньгам, тогда лучше этим заниматься вот осенью, это все же сделать, и с первым солнцем уже весной уже получать энергию от солнца. Ну, а пока суть до дела, там принимаются решения, собираются деньги, ведутся подсчеты пара, может быть, таких практических советов прямо сейчас. Есть рекомендация использовать электричество в те часы, когда его цена ниже? Ну, как за этим уследить, вот простому человеку? Ну, каждый не будет сидеть там, аппликацию скачать, NordPool, ну, как-то в этом надо все-таки разбираться более-менее. Довольно хороший вопрос, потому что если заходить в NordPool, тогда эта цена уже корригируется или показывается уже на следующий день, какая она будет. Так что, ну, нет такого, что вдруг вот в этот час эта цена настолько высокая. И, как вы заметили, и телевидение, и радио, все уже об этом извещают и предупреждают, что люди будьте внимательны, чтобы не было каких-то сюрпризов. Ну, это единственный способ, как это делать. Такой аппликацией, чтобы дома выключить свет в тот момент, когда электричество, в общем, на высокей цене, тогда, наверное, пока такого решения нет. Хорошо. Есть еще, ну, такие, не знаю, страхи, насколько они обоснованы, что те электроприборы, которые мы оставляем включенными, ну, я не знаю, там, телевизор, который постоянно в розетке, или там, если не вытащить зарядку для того же самого мобильника, вот мы говорили про мобильники, то они все равно подсасывают энергию постоянно. Насколько много вот этой утечки, или это полная ерунда и ересь? Нет, это не полная ерунда, это все правда, что самая большая проблема именно с этими телевизорами, усилителями, и всей техникой, которая, я бы сказал, больше для развлечения, те же самые PlayStation или игровые приставки, все, что есть, это я советую, конечно, если вы их не используете, тогда, конечно, их выдернуть, и, наверное, было бы правильнее, потому что они подсасывают электричество. конечно, объем не огромный, но если смотреть на годовой, на год, тогда, конечно, это получается сумма, в конце концов, довольно большая, это не ерунда, это правда. То есть, уходя из дома, или там на ночь, отключать по максимуму все, что можно достать из розетки, ну, я не знаю, там, холодильник нельзя, потому что будут другие проблемы, а все остальное по максимуму лучше все-таки выдернуть? Если есть возможность, конечно, это, ну, чтобы это не утруждало самого человека, конечно, есть вещи, как мобильные телефоны, они у них, конечно, есть внутри маленький трансформатор, который под зарядкой идет, но это, наверное, бы не была самая большая проблема, но вот именно, как я уже повторял, повторю еще раз, усилители, телевизоры, и все остальное, конечно, то, что не используется, лучше это выдернуть, и какая-то помощь, будет, но я сразу не скажу, это не будет огромное, и на счет месячный почувствия не будет, ну, там, в районе 3%, грубо говоря. То, в принципе, если брать за год 3% годовых расходов, это, в принципе, тогда уже составит. Да, 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 именно тогда. А вот в минувший четверг в Министерстве экономики как раз-таки с Институтом финансирования и развития АЛТУМ была объявлена программа повышения энергоэффективности многоквартирных домов, и даже говорят о том, что выделяются весьма внушительные деньги, там, по-моему, порядка 57 миллионов евро. Вот, что могли бы вы прокомментировать, каким образом, ну, кому эти деньги достанутся, каким образом можно подключиться к этой программе, что нужно сделать, чтобы, ну, в ней поучаствовать? Да, это то, что я уже рассказывал до этого, это то, что если есть многоэтажные дома, в которых есть объединения, которые могут уже это делать, эти все дома уже могут это получить. Но, как я говорил до этого, надо сделать домашнюю работу, или, опять же, делать эти объединения, квартирные, чтобы это можно было, эти можно было получить гранды, и там, по большому счету, эти гранды, которые можно получить, это, если не ошибаюсь, до 60% от стоимости именно техники, это солнечные панели, инверторы и провода, остальное, где идет работа и все остальное, это уже не считается. Грубо, я только что разговаривал с одной, с одной многоэтажной домом, который на это уже идет, и они сделали подсчет на квартиру, если не ошибаюсь, было 30 квартир на дом, не очень большой дом, и там получалось, что на каждый дом этот финансирование, которое идет от каждой квартиры, это, грубо, 2000 евро. Ну, если так смотреть, это не настолько много, а, опять же, получение обратно этой энергии, если смотреть на нижний момент, я помню весной, когда мы делали подсчет, например, на частный дом, это было на то время, цена электричества, это было, грубо, 6,5 лет, когда вы выходите по нулям, и уже идете в плюс, то, что вы инвестировали, на нынешний момент, если, конечно, что-то в мире не поменяется, или в стране, на нынешний момент, обратная, обратная связь, то, что вы получаете, обратно по деньгам, уже полтора года от времени инвестиций, если информация, права и электричество дешевле не станет, и есть информация, что она может стать еще дороже, но это значит, что инвестиции, которые вы вкладываете, уже вы получаете обратно, уже меньше, чем года, так что, на нынешний момент, ну, я честно говорю, что это, как я смеюсь, это как лондайка, что пока, то, что нам позволяет делать государство, и то, что можно инвестировать, ну, это, по-моему, самые такие надежные деньги инвестиций в солнце, и это, наверное, надо понять, и если уже сделали, молодцы, если не сделали, наверное, этим надо заниматься и делать, ну, это так, вкратце, если все поняли. Мы имеем очередную волну, была сначала ковидная волна, когда были, ну, какой-то, не знаю, ускорились определенные решения, и новые технологии появились, и вот в связи с этой ситуацией тоже, в общем-то, мы приходим к различным новым решениям, задумываемся о вещах, о правильных, которые раньше, может быть, даже в голову не приходили, те же самые энергосберегающие лампочки, над которыми кто-то смеялся, а вот, оказывается, все это действительно так и есть, и невыдержанный, там, не знаю, вовремя телевизор в годовом разрезе тоже, в общем-то, дает лишние траты, не говоря уже о солнечных панелях, которые и экологи... Давным-давно говорили, что вот эта возобновляемая энергия, она экологическая, а сейчас оно еще экономически становится выгодным, с такими ценами можно отбить меньше, чем за год, но так нужно действительно бросать все дела и бежать, решать прежде всего вот эти вот проблемы, и если не в ближайшем сезоне, то уже в следующем отопительном сезоне спокойно платить не такие уж огромные счета, потому что успел поступить мудро и правильно. Эдгар Берхолтс, глава Ассоциации умных и энергоэффективных технологий городской среды был с нами на прямой связи. Огромное спасибо, Эдгар, и хорошего, теплого дня. Да, всего доброго дня. И солнечного дня. И солнечного дня. И энергичного. А я напомню, что у нас в нашем эфире в 12 часов будет зеленая лампа, и гостем программы будет руководитель Международного балтийского балетного фестиваля Лита Бейрис. В 13 часов обратите внимание, вот будет программа «Встретились, поговорили». Очень интересная встреча с бывшим рижанином, экс-капитаном первой команды КВН, бизнесменом из Америки Юрий Радзиевский будет в нашем эфире. Ну, а на этом мы утро на Болткоме завершаем. Спасибо большое. Всего доброго, хорошего дня. До свидания.